Здравствуйте! Экономика Татарстана в эфире. Что принесла эта неделя жителям республики про деньги, цены, продажи, финансовые ожидания? Расскажем сегодня. Итак, татарстанцам будет интересно и полезно знать, что тарифы ЖКХ вырастут, чего нам ждать в новых платежках. Запрещаю банку выдавать мне кредит. Гражданам предлагают включать самозапрет на займы. Зачем? Операторы мобильной связи стали взимать плату за сим-карты. Во сколько в этом году обойдется паломником Хадж? И кому Саудовская Аравия точно откажет в приеме? И больше половины татарстанцев ходят на работу только ради денег. Результаты большого опроса среди тех, кто ищет новое место. Теперь обо всем по порядку. Татарстанцев, как и всех жителей страны, ждет подорожание жилищно-коммунальных услуг с 1 июля. В целом тарифы ЖКХ повысятся от 3,2% до 6,5%. Но новые цифры в платежках в разных регионах могут отличаться. Меньше всего они вырастут у наших соседей в Марии Эл, плюс 3,2%. А заметнее всего подорожает коммуналка в Чеченской Республике на 6,5%. Чего ждать татарстанцам? И когда увидим счет фактуры с новыми расценками, мы спросили у экспертов в сфере ЖКХ. Рост предусмотрен 6,2% в Республике Татарстан. Это ранее было объявлено как предельный индекс по росту тарифов по Российской Федерации. 6,2% это тот рост, который необходим Республике Татарстан для модернизации системы водоснабжения и водоотведения. То есть отчасти у нас в большом вырастет тариф именно на воду и в том числе на водоотведение, потому что нужно ремонтировать те сети, которые изношены. А в каждом тарифе у нас находится как раз та часть тарифа, та стоимость, которая уходит именно на модернизацию тех участков, которые необходимо сегодня ремонтировать. А это более 50%. Оплата будет уже известна, соответственно, в августе, в платежках за июль. Будут новые тарифы, в том числе и на вывоз твердых бытовых отходов. В Татарстане зарегистрировано более 2000 сельских ипотек. Такие данные приводит Росреестр Республики. Активнее всего татарстанцы брали сельскую ипотеку в 2020 году. 1256 ипотек. В прошлом без малого 800. Самые желанные районы, откуда жители Республики не хотят уезжать, а настроены строиться там и жить в Высокогорске и Зеленодольске. Сельская ипотека является эффективным механизмом государственной программы комплексного развития сельских территорий. И увеличение ее финансирования поможет многим татарстанцам улучшить свои жилищные условия. Для нашей Республики, уделяющей развитие сельского хозяйства и повышение качества жизни носили первостепенное внимание, это особенно актуально. 9 июня правительством подписано распоряжение о выделении из резервного фонда дополнительных средств на сельскую ипотеку в сумме 7 миллиардов рублей. Из этих средств половину планируется направить на субсидирование новых ипотечных кредитов текущего года, что позволит улучшить жилищные условия более 16 тысяч семей. И вторую половину на субсидирование 97 тысяч ипотечных кредитов, выданных в 2020-2021 годах. Напомним, программа сельской ипотеки была запущена в 2020 году. Условия такие. Можно получить до 3 миллионов рублей под ставку до 3% на покупку или строительство жилья в сельской местности, в поселках городского типа и в малых городах, где население до 30 тысяч человек. Хадж в этом году подорожал на 20-30%, сообщает агентство Татаринформ со ссылкой на Духовное управление Мусульман Республики. Точных цен пока нет. Их назначает Саудовская Аравия. Прямых рейсов тоже не будет. Паломникам предложат комбинированные на самолете до Дубая, затем на автобусе. Предварительно самая дешевая эконом-программа в этом году будет стоить от 4,5 тысяч долларов, заявили в Духовном управлении мусульман. В рублях это 350 тысяч за эконом. Программа «Стандарт» 480 тысяч рублей. Напомним, в этом году период паломничества к священным для мусульман местам начнется 7 июля. Квот для Татарстана выделили 810. Это вдвое меньше, чем обычно. И новшество, касающееся возраста паломников. Саудовская Аравия выставила условия. Она в этом году примет только тех, кто моложе 65 лет. Между тем, сотрудники таможни напоминают, какие ограничения сейчас действуют и что нужно знать тем, кто вылетает за рубеж. Я хотел бы обратить внимание всех выезжающих, в основном наших туристов, пассажиров, на изменение законодательства в части вывоза иностранной валюты. Вступил в силу указ президента Российской Федерации, в соответствии с которым вывоз иностранной валюты в эквиваленте превышающем 10 тысяч долларов в США запрещен. То есть, если раньше и в соответствии с законодательствами Евразийского экономического союза у нас сумма, превышающая 10 тысяч долларов, она подлежит обязательному декларированию письменному, а вывоз ее был не запрещен, то Российская Федерация в одностороннем порядке введен запрет на вывоз за пределы Российской Федерации, в том числе в страны-члены Евразийского экономического союза, иностранной наличной валюты, превышающей в сумме 10 тысяч долларов. На это прошу обратить внимание, поскольку в последнее время мы наблюдаем значительное увеличение количества таких случаев, когда наши пассажиры нарушают данные нормы вывоза, и, к сожалению, приходится возбуждать административные дела. Спрос на мебель российских производителей в среднем вырос на 40%, пишет портал New Retail и ссылается на аналитиков Club Payments. Они провели большое исследование мебельного рынка страны, брали во внимание только онлайн-покупки и увидели, что с начала этого года спрос на офисную мебель вырос сильнее на 48%. Средняя сумма такой покупки стала больше на треть. Покупатели офисных столов и стеллажей за раз отдавали 47 тысяч 556 рублей. Спрос на мебель для дома вырос на 32%. Тут средняя сумма покупки прибавила 14%. И те, кто покупал себе домой диван или шифонер, теперь отдавали в среднем 24 670 рублей. Пик продаж отечественной мебели был в апреле-майе. Аналитики связывают его с уходом западных компаний, в частности, IKEA. Чаще всего сегодня люди заказывают мягкую мебель по своим размерам. Покупают ортопедические кровати и матрасы, мебель из массива дерева, а еще металлические деревянные стеллажи для хранения вещей. Каждый второй татарстанец ходит на работу только ради денег, выяснили аналитики Headhunter. Они провели опрос среди тех, кто сейчас как раз ищет новую работу. Так вот, 53% опрошенных сказали, что считают свою работу просто с зарабатыванием денег. Больше всего таких среди тех, кто занят в сфере добычи сырья, среди рабочего персонала, работников транспортно-логистической сферы и розничной торговли. На втором месте оказалась не самая позитивная оценка собственной работы и труда. 24% респондентов региона ответили, что выполнение рабочих обязанностей тратит их время и силы попусту. Такую оценку собственному труду наиболее часто давали работники гостиничного и ресторанного бизнеса и специалисты по управлению персоналом. Третье место по популярности ответов с небольшим отрывом от второго разделили сразу два варианта. 23% респондентов Татарстана ответили, что их работа временная и они на ней не задержатся. Столько же считают свою работу рабским трудом. Чаще других такой ответ давали рабочий персонал и специалисты медико-фармацевтической сферы. А вот любимым делом свою работу назвали только 18% опрошенных татарстанцев. 13% сказали, что работа помогает им развиваться. 12% что их работа делает жизнь других людей лучше. А еще 5% работников считают свою работу престижной и зарплата для них особого значения не имеет. Центробанк России предложил ввести самозапрет на выдачу кредитов. Ожидается, что так злоумышленники не смогут, завладев личными данными граждан, копиями паспортов, логинами, паролями, оформить на них кредиты. Банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов, займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика, есть ли там самоограничения. Если есть, и кредитор все равно выдаст деньги, то он уже не сможет требовать за гражданина погашения долга, пояснили в ЦБ. Как это работает? Человек сможет в бюро кредитных историй поставить специальную отметку «запрещаю выдавать мне кредит». Это такая самозащита. Это может быть запрет на выдачу только онлайн-кредита, для того, чтобы не было мошенничества с интернет-займами, либо полный запрет на выдачу кредита и займов. При этом человек может выбирать или отказываться от этой галочки столько раз, сколько ему нужно. То есть, например, если он действительно решит самостоятельно взять кредит, он ее снимает, и после этого через два дня он сможет спокойно получить необходимый ему денежный средств. Почему через два дня? Практика показывает, что все методы социальной инженерии направлены на то, чтобы подчинить человека воле преступника и ввести его в определенное психологическое заблуждение. Если есть небольшой период охлаждения, то есть точка разрыва в коммуникации, то, как правило, у человека хватает сообразительности, либо он поговорит с друзьями, со знакомыми, для того, чтобы понять, что происходит что-то не то. Мы думаем, что эти инновации помогут многим людям избежать рисков мошенничества и сделают их жизнь спокойнее и безопаснее. А вот как не потерять деньги, устраиваясь на работу, рассказали эксперты HeadHunter. Они изучили самые распространенные схемы мошенников, которые представляются работодателями. Часто они собирают персональные данные соискателей, слишком много данных, которые не относятся к работе. Например, такой работодатель может попросить контактные данные ваших родственников или интересоваться, когда вы брали кредиты. Это должно насторожить, говорят эксперты по трудовому праву. Такие данные могут дальше использоваться в корыстных целях. Например, для оформления кредита или они могут быть проданы спамером. Еще один вариант развода на деньги. Схемы могут быть разными, но в них во всех есть общее. Соискателя просят что-то оплатить, сделать взнос за обучение, внесение какой-то суммы для гарантии, оформления медицинской или трудовой книжки. Скорее всего, говорят юристы, после такой оплаты кандидат не увидит ни своих денег, ни обещанной работы. И напоминают, трудовые отношения предполагают, что платят работнику, а не наоборот. Сокрытие истинной сути работы и посредничество в незаконной деятельности – это очень опасный вид мошенничества. Но если внимательно читать описание вакансии, его несложно вычислить. Например, в описании позиции указаны минимальные требования к кандидатам, но при этом высокая зарплата, гибкий график и крайне лояльные условия работы. Или текст вакансии слишком туманный, нет четкости в описании функционала. Как правило, авторы таких объявлений пытаются привлечь как можно больше людей для сомнительной или даже противоправной деятельности. Чтобы обезопасить себя от уже работодателей, нужно выбирать те источники поиска вакансий, куда попадают только зарегистрированные компании, где все предложения о работе проходят в модерацию. А еще желательно изучить всю доступную информацию о компании, сферы деятельности, отзывы бывших и настоящих сотрудников, отзывы кандидатов, которые у них уже были на собеседовании. Теперь про еду. Индекс окрошки за год вырос на 15%. Это данные ресурса «Чек-индекс». Его аналитики подсчитали, что набор продуктов для холодного летнего супа на четверых обойдется в среднем в стране 675 рублей. Набор продуктов это 300 граммов редиски, 400 картошки, 5 яиц, 300 граммов огурцов, столько же вареной колбасы, сметана, литр кваса, лук и укроп. Интересно, что в отличие от домашней окрошки в заведениях общепита, в среднем по стране одна порция летнего супа стала обходиться на 31% дороже, чем годом ранее. А заказывать его стали гораздо реже из-за прохладной погоды. Эксперты «Чек-индекса» отмечают, что традиционно в мае-юне расходы на окрошку выше, продукты в основном завозные, а летом, когда поспевают свои овощи, зелень, цены на этот набор продуктов падают на 10-15%. Банковские вклады становятся менее доходными, а кредиты более доступными. Банки продолжают снижать ставки по своим продуктам на фоне падения ключевой ставки ЦБ. По словам аналитиков, новые условия могут привести к снижению рынка депозитов и росту кредитного рынка. А это должно оживить экономику, повысить спрос на товары. Индекс ставок по потребительским кредитам продолжил плавно снижаться, после того, как ЦБ в очередной раз снизил ключевую ставку. Средняя ставка по потребительским кредитам составляет порядка 23% годовых. А вот средние ставки по вкладам в банках почти не изменились. Средняя ставка сейчас 8-9%. Годовых в некоторых банках еще можно разместить деньги под 10%. Скорее всего, к концу года ставки по кредитам и вкладам снизятся еще примерно на 1,5-2% пункта, отмечают эксперты. По их прогнозам, ключевая ставка может упасть в этом году до 7-8%. По мнению первого вице-премьера страны Андрея Белоусова, оптимальный уровень ключевой ставки в России 5-6%. И ставку нельзя менять слишком резко, потому что она является ориентиром для игроков финансового рынка. В этом вопросе важны плавность и предсказуемость. Доллар за 70-80 рублей – такой курс оптимальный для российской экономики. Об этом заявил вице-премьер страны Андрей Белоусов. По его словам, власти сейчас прилагают усилия, чтобы вернуть его к этому уровню. Пока же рубль переукреплен. На этой неделе курс доллара опускался на московской бирже до 53 рублей и даже ниже. По словам наших экспертов, сейчас самое хорошее время для покупки валюты. В перспективе доллар будет дорожать. Сейчас, учитывая ситуацию с политикой, многие инвесторы боятся покупать доллар, потому что не знают, а вдруг завтра ЦБ запретит, в принципе, доллар. Пока об этом, наверное, речи нет, потому что мы экспортно-ориентированная страна. Пока все-таки есть много валютных операций. Это делать, на мой взгляд, еще не телесообразно. Поэтому для покупки доллара, чтобы это был как один из классов активов в портфеле, сейчас очень хорошее время. Если раньше мы говорили, что доллар очень тяжелый актив, чтобы можно его прогнозировать, сейчас, на самом деле, перечень факторов, которые влияют на доллар, сильно сузился. И в основном сейчас все зависит от экспорта и импорта, то есть торгового баланса. Мы много экспортируем сырья, и у нас, по сути, очень мало осталось импорта в страну. Поэтому мы видим тот курс, который сейчас есть, это объективная реальность. Но, учитывая, что у нас есть закон про параллельный импорт, есть надежда, что в третьем-четвертом квартале этот параллельный импорт начнет восстанавливать. Соответственно, спрос на доллар так или иначе вернется. И не надо забывать, что тот курс, который сейчас есть, у него выгоден, в принципе, для бюджета тоже. По прогнозам главы Сбербанка Германа Грефа, нынешний курс рубля является равновесным. Или он еще будет укрепляться, но к концу года опустится до 70-75 рублей за доллар. Ее для диверсификации вашего основного портфеля и, скажем так, для сохранения и приумножения, потому что покупательный способность на данный момент все равно сохраняется у доллара. Я бы, да, наверное, часть сейчас прикупил, если у вас есть такая необходимость. Опять же, надо понять, что вы планируете с ним делать. А вот базовый сценарий мой, я жду его в районе 75-80. Сейчас текущий курс может, конечно, быть чуть пониже. Здесь не надо думать, что вы купили условно по 56 или по 57, он не должен стоить те же 50. Все возможно. Но на перспективе нескольких кварталов текущий уровень, на мой взгляд, очень интересный. Надо его обязательно покупать. Но другой вопрос, что вы с ним делаете. Нужно понимать, что вы купили этот доллар, допустим, на бирже, вы его не сможете вывезти, как ранее. А если вы хотите его купить в банке, в кассе, он, скорее всего, будет стоить рублей на 10 больше, чем биржевой курс. Ну и там есть ограничения, не во всех кассах есть эта наличка. Крупные мобильные операторы начали вводить плату за выдачу новых сим-карт. В среднем 50 рублей. Напомним, ранее симка выдавалась бесплатно при заключении договора. Операторы брали эти расходы на себя, рассчитывали, что они окупятся долгим пользованием услугами. Однако сейчас это стало невыгодно. За последние месяцы себестоимость выросла для операторов в 3,5 раза до 80 евроцентов. Это связано с тем, что ранее расходы покрывались благодаря массовому производству. Сейчас же рынок перенасыщен, сим-карт выпускают не так много, поэтому затраты увеличиваются. Туроператоры заявляют о дефиците путевок в Турцию. Особенно он наблюдался в первой половине июня. Спрос существенно превышал предложение. В Ассоциации туроператоров России связывают это с небольшим количеством рейсов из регионов. Однако ситуация постепенно выправляется. Во второй половине июня у всех ведущих туроператоров по Турции появились места на новых чартерах. Это должно снять часть нагрузки с Москвы, откуда сейчас вылетают многие региональные туристы. Эксперты рекомендуют россиянам планировать свой отдых в Турции заранее, брать путевки как минимум за две недели до вылета. По данным аналитиков Фатор, средний чек проданного тура в Турцию на лето у разных туроператоров сейчас колеблется в пределах 160-210 тысяч рублей на двоих. Динамический прайс-лист с Турции, да. Но в любом случае, если вот во время этих, так скажем, начала событий цены прыгали и были какие-то пугающие, то сейчас, знаете, цены нормализовались. Да, они, может быть, стали дороже на 10-15%, но почему? Потому что сейчас в блоке стоит Turkish Airlines. Это в любом случае чуть новее борта, чуть лучше обслуживание, да, и поэтому это сказывается и больше провоз багажа, где-то 30 килограмм, где-то 20 килограмм, да, Turkish Airlines входит в стоимость билета. Поэтому, знаете, цены, ну, как-то могут себе позволить люди слетать. И грустные летние новости для сластен. Мороженое с начала года подорожало более чем на 20%. Об этом заявили в Союзе мороженщиков. Производители связывают такой рост с увеличением себестоимости продукции на фоне сложной экономической ситуации. За пять месяцев этого года молоко в стране подорожало на 16%, сливки на 28%, сметана на 18%. Сильно выросли цены и на сахар. По данным сервиса Атолл Онлайн, средняя стоимость 100 граммов мороженого с начала года выросла на 27% и составила без малого 62 рубля. Вот такие экономические новости принесла уходящая неделя. Спасибо, что вы были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин